МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Татьяна Долгополова аномальна, она нестандартна, она нестандартна тотально. У нее необычная внешность, у нее необычный голос, у нее необычное отношение к жизни, необычное отношение к профессии. Это скорее проникновение звука в душу. Тут речь идет о каких-то других пластах человеческой жизни. Не о том нижнем пласте, в котором мы получаем какое-то удовольствие, что-то кушаем и наоборот, и какие-то простые и нужные для жизни мысли, чувства производим. У нас есть более сложный пласт. Самый широкий вокальный диапазон и самую низкую ноту для женского голоса можно услышать как на одном концерте Татьяны Долгополовой, так и буквально в одной композиции, в которой Татьяна поет за двоих, за мужчину и за женщину. Легкая, воздушная девушка с огненно-рыжими волосами вдруг превращается в сильного, мужественного, волевого казака. Видеть и слышать эти метаморфозы без восхищения невозможно, не говоря уже о пробегающих мурашках и наворачивающихся на глаза слезах. Это программа, явление, и только человек, посетивший эту программу, может сделать для себя выводы. И каждый раз посвящая ее, она каждый раз звучит по-разному. Исполнение, ребят, каждый раз разная. Песни, как живые организмы. Это старая школа русской музыки. От Шаляпина до наших дней. Программа концерта «Чувство времени» состоит из произведений Вертинского, Акуджавы, Шварца, Лепехина, Шевчука, Ахмадулиной, Шемберга, Таравердиева и других, чьи музыкальные произведения звучат совершенно необычно. И одно сплетается с другим благодаря неожиданным аранжировкам. Каждая песня – событие. И, что немаловажно, есть смысл и содержание. Нет больше чувства, нет больше времени. Есть чувство времени. Время, оно же постоянно меняется. А чувства, соответственно, тоже. И вот эта некая обтекаемая форма приобрела такое название для этой программы. Потому что песни взяты совершенно разные по стилю, по времени написанные. И все это объединено здесь, в данном времени, в данном месте, в данном людине. Татьяна Москвина в своей книге «Страус. Птица редкая» пишет, что она не пропустила ни одного концерта Долгополовой. О таланте которой хочется кричать и на радио, и на телевидении. Но нет ни одного окна, куда бы можно было крикнуть о потрясающей певице. Поэтому, посетив чувство времени, кричим синхронно, не жалея связок. Хотя, вы же понимаете, лучше один раз услышать самому, почувствовать и отозваться своими собственными впечатлениями. В этом городе сонной баллов не бывало. Даже не было просто приличных карет. Шли годовы, поблекли, и платье увяло. Ваше дивное платье безумно ла валет.